В чем же, в каких формах заключается героизация МЖД сейчас там, по крайней мере, в материальном выражении? В 2001 году центральный бар Армении выпускает памятную монету Галитин МЖД, серебро и часть тиража серебро с позолотой. В 2001 году, в линейке наград вооруженных сил Армении, утвержденных законом Армении, осуществление этих награждений осуществляется по приказу министра обороны Армении и появляется медаль Галитина МЖД. В 2002 году строится ему мемориал около города Кафан в Зангизуре. В августе 2003 года он официально открывается. В 2013 году мировая пильера художественного фильма, который снят, причем по титрам четко написано, снят по заказу Министерства культуры Республики Армения. В 2014 году Совет старейших Еревана, представительный орган местного управления, принимает решение о строительстве памятники. И 28 мая 2016 года этот политик возрубился. Если МИД России говорит о том, что это реализация партийной программы, а на самом деле, сами понимаете, что ни одна партия в этом мире не может от имени Госбанка выпускать деньги, не может от имени Министерства обороны учреждать ведомственные награды, не может от имени Министерства культуры заказывать фильмы. В истории человечества была только одна такая партия, которая помогла себе такой позволить. Это национал-социалистская рабочая партия Германии. Когда было создано партийное государство. И, кстати, на этом фоне, если посмотреть устройства нацистской Германии и Армении даже до сих пор, то прослеживаются очень высокая степень коррегации. Поскольку все-таки у меня еще сознание искажено юридическим образованием, поэтому мне это было выглядеть достаточно просто. Если он отбросит всю идеологическую мишуру по поводу идеологии, ареста и всего остального, хотя и то, и то совпадает в учении цикокроники Регины НШТ, в учении о армянине свет в человеке, то же самое с 25 пунктами СДАП. Но самое главное, нацистская Германия базировалась на трех основаниях. Какие были? Это партийное государство, завоевание жизненного пространства и решение еврейского вопроса. Все мы это прекрасно знаем. Посмотреть Армению, партийное государство, завоевание жизненного пространства и решение тюркского вопроса. То есть фактически цели полагания существования государства, что в Армении, что в нацистских Германиях, а не в таком месте, возникает вопрос, кто из вечного. А так, что нацисты уступали против евреев традиционно, как минимум с 26-го года, так и армянская идеология заточена против тюркских народов вообще в целом. Ну, конечно, там не 10 лет, как было у нацистов, 20 лет до прихода их власти в Германию гораздо больше, но факт остается там. Далее, если посмотреть, что еще, Гитлер предполагал германизацию всех захваченных территорий. Соответственно, идет арменизация всех оккупированных земель и плюс претензии к территориальным соседям. И еще в 42-м году, когда гитлеровцы начали, точнее, армяне вступили в договоры с гитлеровцами, и одним из условий того, что партия Дашнак-Сутюн во всех оккупированных странах свои комитеты и всю свою систему членов поставит на службу 6-го управления РСХА или СД Аусланд, то есть военно-политические размеры. Так вот, все армяне, за исключением проживавших, наверное, в Великобритании и Советском Союзе, совершенно официально по соглашению от августа 40-го года, работали на нацистскую германию. Так вот, в 42-м году был выставлен, что называется, меморандум о том, что в случае захвата Кавказа создается Армения с присоединением к ней Борчелинского района Грузии, Нагорного Карабаха и части Турецкой Армении. То есть это было абсолютно документально зафиксированное соглашение о сотрудничестве между Дашнаками и нацистами. Причем это подтверждается очень многочисленными свидетельскими показаниями тех и нацистов, и армян, которые в этом соглашении участвовали. В этом смысле этот факт можно считать установленным. Поэтому говорить о том, что, с большой степенью уверенности, можно говорить о том, что идеология, которая проповедовалась республиканской партией, она абсолютно нацистская. И деятельность государства, начиная с 2000-го года, Армения, она занималась героизацией нацизма, неонацизмом в целях построения партийного государства на территории своей страны. И что тут самое интересное? Видя рост популизма, причем такого право-радикального популизма, Генеральная Ассамблея ООН с 2012 года начинает принимать серию резолюций, осуждающих нацизм. Причем Армения голосует за все эти резолюции во время Генеральной Ассамблея ООН. Более того, с 2014 по 2016 год от имени организации договора коллективной безопасности оно при голосовании, или перед процедурой голосования, или после завершения этой процедуры, оно уступает заявлением от имени АДКБ. Все это, слава богу, сейчас есть огромный электронный документ оборот, освещающий деятельность ООН, все это на сайте ООН абсолютно прозрачно открыто присутствует. То есть получается, что на международной арене армянское государство занималось осуждением нацизма на своей территории, параллельно этому занималось пропагандой нацизма. И я думаю, что...